Добрый день, в эфире программа Парадокс, с вами Степан Емура, телефон студии 6510-996, код города 495, пишите, задайте вопросы, также можете написать на сайт финам.фм и задать новые вопросы. Ну, вчера в стране в очередной раз отмечался профессиональный праздник, день политолога и политтехнолога, вот, поэтому хотелось бы, конечно, проанализировать последствия этого праздника, но, как нам сказали, что нужно выпить как можно больше водки, такая вот шуточка была очередная у господина Путина, я вот не совсем, честно говоря, понимаю, к какому месту эта шутка, поскольку, вообще-то, у нас в стране проблема алкоголизации населения стоит достаточно остро, мягко выражаясь, поэтому, наверное, на вопрос, когда у нас станет жить хорошо, не стоит говорить о том, что всю водку, водку выпить нельзя, но стремиться к этому можно. Я как-то вот даже был немножко шокирован и до сих пор не совсем понимаю, к чему это, то ли господин Путин в последнее время очень плотно общался с господином Медведевым, набрался нехороших мыслей, то ли это была шутка в стиле поцурганта, я порубил зелень как раз на комиссары жителей украинской деревни, тоже такие вот шуточки в этом стиле. Ну, в принципе, с этим можно, конечно, разбираться, но такой неприятный осадок остался. Ну, а в целом, лично, на мой взгляд, Путин ничего нового не сказал, и если посмотреть, скажем, общение прямой линии 7-го, 8-го, 9-го годов, то, в общем-то, все практически одно и то же, за исключением того, что каждый раз бьются новые рекорды по продолжительности общения с народом. Ну, возможно, я немножко придирчив или не совсем правильно и адекватно отношусь к национальному лидеру. Если что, то меня поправит наш гость. У нас в гостях сегодня Оксана Генриховна Дмитриева, депутат Госдумы, зампредседателя Думского комитета по бюджету и налогам. Добрый день, Оксана Генриховна. Добрый день. Спасибо, что пришли. Ну, как вам день политолога вчера прошел? На ура! С точки зрения зрелищности и подведения формата прямой линии президента к реалити-шоу, к которым все начинают привыкать в нашем официальном телевидении, то с точки зрения постановочных, то его смотреть эту линию было более интересно. Извините, вас... Более занимательно, скажем так. Я просто вспомнил два старых советских анекдота. Один про Чукчу, а другой про Леонида Ильича. Чукчу спрашивает перед прямой линией, Чукчу, какие у тебя чувства? Он говорит, у меня чувство голода и чувство холода. После прямой линии его снова спрашивают, какие чувства испытывает Чукча. Он говорит, чувство холода, чувство голода и чувство глубокой удовлетворенности. Если помните. Да, ну здесь с точки зрения как бы постановочного или, как вы сказали, день политтехнолога и политолога, то, конечно, функция рояля в кустах и вообще роль, значит, приготовленная для Алексея Кудрина, который он с блеском исполнил роль рояля, она была как бы интересна. Вот. Ну, меня вообще, конечно, поразила беспрецедентная опломб и наглость человека, который фактически довел страну и сажал ее неоднократно, и усаживал, и держал на нефтяной игле. И как бы его политика является причиной отраслевой и социально-экономической отсталости. То, что 10 лет исключительно благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры были использованы предельно бездарно. Смотря с какой точки зрения, смотрите, для кого бездарно. Да, ну для него, конечно, нет, и для команды, тем более, когда отправлять весь, вот всю эту благоприятную экономическую конъюнктуру обратно в эти же страны в виде стабилизационного фонда, и получается, что консолидированный Запад получает бесплатно наши ресурсы, потому что все, что они заплатили, мы им потом обратно отдаем в виде вложений стабилизационного фонда, который резервный фонд и фонд национального благосостояния, что если бы то же самое для нас сделал министр финансов Соединенных Штатов или руководитель Федеральной Резервной Системы, или руководитель финансового блока Еврозоны, то, естественно, мы бы тоже, наверное, не пожалели любые титулы. Лучший в мире министр финансов. Дважды. И дважды, да мы и трижды могли назначить, и четырежды, и каждый год за каждый транш отчисляемых нам средств мы могли его короновать. Но если я не ошибаюсь, там же ведь был задан такой каверзный вопрос, почему мы Кипр финансируем по 4%, а родную экономику по 20%. На самом деле мы финансируем все гораздо хуже. Мы наши деньги вкладываем в ту операцию, которую придумал господин Кудрин, и которая сейчас реализовывается, реализовывается она в 2011, в 2012 и намечена на 2013 год. Это то, что деньги резервного фонда и фонда национального благосостояния вкладываются в чужие страны, когда под 0,74, когда под 1,7, до 2% все эти годы. И при этом идут заимствования под 7-8%. И вот в 2012 году на этом потере составили порядка 300 миллиардов рублей, только по разнице в процентах. А что такое 300 миллиардов? Это примерно наше вложение и финансирование, совокупное финансирование из федерального бюджета гражданской науки, и фундаментальной, и прикладной. Вы, наверное, знаете, я сегодня прочитал, кстати, по поводу денег, очень интересное предложение от наших властей. Они собираются потратить 2 миллиарда рублей, слабого, что не долларов, пока, на создание рабочих мест в Центральной Азии. Ну это я еще пока не видела. Дальше, что говорит господин Кудрин. Вот сейчас роста нет, сказал он. А типа, когда я был, то был рост. Но рост, когда был он, исключительно за счет того, что цены на нефть... Положительная динамика была, да. Они были не просто высокие, они росли на 20-30 долларов за баррель в год. И это... Сейчас цены на нефть остались по-прежнему высокими. И даже чуть-чуть растут, вопреки тому, что прогнозирует господин Кудрин, что говорит о его профессионализме. Он же говорил, что 60 долларов за баррель у нас будет осенью 2012 года, чего не произошло. И все время теперь предсказывает мировой финансовый кризис, что тоже вот в обозримом будущем не будет. Я сейчас с вами не соглашусь. Он же совсем недавно сказал, он и Греф, и Шувалов, что никакой рецессии не будет, все будет хорошо. На экономическом форуме Сбербанка. Наверное, поменял мнение. Ну, одно не случилось, будем предсказывать правила противоположные. Прямо противоположные, да. Вот. Но, тем не менее, его высказывания многочисленные. Я их собирала одно время. Не благодаря тебе за речи. Да, мы с ним бесконечно спорили в Государственной Думе. Ну, а все его бюджеты, вот я вот посмотрела, взяла. Значит, ошибка в расчетах бюджета. Ошибка. Значит, когда он стал министром финансов. Ошибка в счете бюджета 2001 года. 33 процента. Ошибка. Что значит ошибка? Ошибка, значит, первоначально... А, и по факту. И по факту. Что значит треть? Представляете, бюджет составлен с погрешностью в одну треть. Это значит полное отсутствие какого-либо прогноза. Ну, вот как... Это значит дядя Вася с улицы мог прийти и составить примерно такой же бюджет. В 2004 год ошибка четверть, 25 процента. В 2005 год погрешность в счете 54 процента. То есть вообще половина бюджета. Дальше, значит, в 2006 то же самое четверть. В 2008 это уже предкризисный год. Ошибка у них составила 40 процентов. А в какой стороне были ошибки? В занижение... В сторону занижения дохода. А, ну, правильно, чтобы в кубышку накапливать. Ну, а потом же ведь кудриномика у нас практически сложилась, как карточный домик в 2008-2009 году. Ну, безусловно. Это он забыл сказать, что в период кризиса мы кризис прошли хуже, чем все страны большой двадцатки. У нас был самый высокий спад экономики. К нам, по-моему, даже никто близко не стоял по такому спаду. Ну, там самый высокий спад производства. Минус 8 процентов. И промышленность, структура не восстановилась. То есть мы часть отраслей мыши настроения как потеряли, так и потеряли. При самой высокой инфляции и самых высоких удельных расходах на преодоление кризиса. То есть это у нас были самые высокие. Поэтому далее. Здесь был абсолютный обман, что мы благодаря его кубышке финансировали дефицит бюджета. Это тоже обман. Причем он, понимаете, в чем тут проблема? Проблема в том, что ни Путин, ни Медведев не являются экономистами. И вот окружение, когда у вас 10 человек, которые являются экономистами, они вам твердят совершенно неправильные вещи, а другие недопущены, что они начинают воспринимать вот эти все высказывания, эту позицию, как истину в последней инстанции. А это не только не истина, не только не в последней инстанции, а это просто ересь. И понятное, ну вот люди разумом они понимают, но они думают, что, наверное, они чего-то не знают. Почему политика Кудрина противоречит здравому смыслу? Наверное, там есть какая-то сакральная мудрость, о которой обычно человек не знает. Ну вот я могу сказать, нет там никакой сакральной мудрости. Может быть, они просто над этим не задумываются, они живут в своем мире, далеко от Земли. Ну, а Земля-то она к ним доходит, потому что что значит... Пока нет. Она до всех уже дошла. Что значит, она дошла до всех. И те, кто же получает что-то из бюджета, и те, кто из него ничего не получает. Потому что политика Кудрина, профицитные бюджеты, то есть превышение доходов над расходами. И эти доходы отправлены в чужую экономику. Это значит, для тех, кто получает что-то из бюджета... Оксана Генрихова должен вас перебить. Мы должны уйти на маленький новостной перерыв. Оставайтесь с нами. Добрый день. Снова программа «Парадокс». С вами ведущий Степан Димура. У нас в гостях Оксана Генриховна Дмитриева, депутат Госдумы, первый зампредседатель Думского комитета по бюджету и налогам. И мы продолжаем отмечать день политтехнолога и политолога, который начался вчера. Оксана Генрихова, мне позволит взять два телефонных звонка. Станислав, добрый день. Вот вчера слушали передачи, с Путиным задавали вопрос насчет коммунальных платежей. Ну, там снижался, что очень большие коммунальные платежи. У меня вопрос второй возникает. Мы платим через Сбербанк, он монопольный банк у нас, государственный банк. Он берет за платеж 10% от суммы коммунальных платежей. Как вот это понять? Если можно, вопрос поднимите в Думе, пожалуйста, за высокие ставки такие. Спасибо. 10 я еще не встречала. 3. А какой регион? Я еще хочу вернуться к предыдущей теме. Отвечу сейчас на вопрос по ЖКХ. Во-первых, что было в ответе Путина? На самом деле, в этом году рост платежей, он был связан частично с ростом самого тарифа, а во многом был связан с постановлением 354-го 2011 года, то есть когда еще Путин был премьер-министром, который возложил и позволил управляющим компаниям в разы увеличивать общедомовые нужды, расходы на общедомовые нужды. И в основном рост платежей по вот этим квиточкам, как их называют граждане до сих пор, жировки, он вызван преимущественно вот этими платежами. Поэтому сейчас удалось это постановление отменить, ну или вернее его видоизменить, но не в полной мере все вопросы учтены. И тут застарелые проблемы, как произвол действий самих управляющих компаний, так и объективные причины потерь в сетях у ресурсоснабжающих организаций. Это означает, что вся история с установкой счетчиков, индивидуальных приборов в учетах и общедомовых приборов учета, она получилась просто бесполезной. Дополнительные расходы на граждан по их установке, по эксплуатации, потому что потери в сетях, они все равно есть, и ресурсоснабжающие организации, их правдами и неправдами будут возлагать на граждан. Более того, у нас в Петербурге вообще выяснилось, что по очень многим позициям непонятно, кому принадлежат внутри квартальные сети. Магистральные сети принадлежат ресурсоснабжающим организациям, внутри сети, внутри многоквартирных домов, естественно, это общедалевое имущество, а вот кому принадлежат внутри квартальные сети, непонятно. И кто несет ответственность за потери вот уже вот в этих внутри квартальных сетях. А кто выделяет деньги на их ремонт? Деньги на их ремонт, значит, здесь отдельно, как правило, региональные бюджеты. Региональные бюджеты, при этом тоже совершенно бездумно к вопросу о Чубайсе и его последователях, было осуществлено акционирование. Сокол и Чубайса? Да, Сокол и Чубайса, акционирование, приватизация очень многих ресурсоснабжающих организаций. Поэтому, ну, электроэнергетика, это его чудная реформа, РАО ЕС, электросети, они все акционерные общества, все дочерние структуры, никаких частных инвестиций там нет, кроме огромных расходов на топ-менеджмент. И при этом субъекты федерации, помимо того, что граждане платят, еще бесконечно вкладывают в уставные фонды вот этих акционерных обществ. То есть финансируют, в том числе мы финансируем из федерального бюджета и плюс еще региональные бюджеты. Далее, точно так же они финансируют теплоэлектроцентрали, ТЭЦ, которые дают тепло и дают электричество. Тоже идет бесконечное финансирование из бюджета, и в том числе финансирование сетей. Что касается водоснабжающих организаций, то в разных регионах они разные, где-то они уже акционированы, и приватизированы, где-то они являются ГУПами. Но ГУПами, то есть государственными монетарными предприятиями, над которыми тоже довольно слабенький контроль. Вот, например, наши коллеги, мои соратники по «Справедливой России» в Санкт-Петербурге, при финансировании из бюджета приобретения снегоплавильных машин, решили поинтересоваться, почему мы этому ГУПу должны оплачивать снегоплавильные машины. А лазерные пушки не стали покупать для сосулей? Нет, но снегоплавильные машины, объективно, они нужны. То есть здесь как бы нет вопросов. Но это же не бюджетное учреждение, у которого смета, а это коммерческое предприятие, которое собирает повышенный тариф по воде с граждан, у которого еще, и не только с граждан, надо посмотреть, почему у него есть прибыль, у него есть огромные расходы на топ-менеджмент, почему их нужно еще из бюджета давать. Я тоже хотела спросить, если это частная контора практически. Она не частная, это самый плохой вариант конторы, потому что она, с одной стороны, государственная, и мы вот все расходы оплачиваем, какие они, значит, не захотят. А с другой стороны, они абсолютно бесконтрольны в плане своих зарплат, в плане аффилированных структур, в плане своего статуса, потому что какие бы претензии к чиновникам не предъявлять, они их заслуживают, но у них хоть какие-то есть ограничения. Вот они, у них не может быть, они не могут заниматься бизнесом, они могут пострадать, если они этим занимаются. Они, у них должны сдавать декларацию о доходах, а теперь и о расходах. А ГУП, распоряжаясь государственной собственностью, в гораздо больших объемах, чем чиновник, у него никаких ограничений. Он сажает свата, кума, брата, рядом структуру, делает прокладку, значит, перекидывает деньги. Ну, в общем, это проблема. И, конечно, в ответе президента анализа этой проблемы или хотя бы понимание того, что это комплексная проблема, закоренелая, а не просто какие-то произвол отдельных управляющих компаний не прозвучало. Кстати, говоря об управляющей компании. Дело в том, что квитки, которые прислали из Санкт-Петербурга, это территория моего бывшего одномандатного избирательного округа. Я очень хорошо это знаю. И с этими жилком сервисами, не только номер 3, по которому возбуждено уголовное дело, ну, и номер 1, и номер 2, и в том числе номер 3, я, значит, веду борьбу и мои коллеги в течение нескольких лет. Потому что по предыдущей проблеме, 13-й, так называемой, оплате за прошлогодний снег, мы послали около 600, я лично подписала, 600 запросов в прокуратуру. И что, и результат есть? Нет, результаты людям деньги отдали, но уголовное дело по поводу руководителей этих управляющих компаний возбуждено не было, потому что если у вас 600 заявлений, причем ситуация именно с жилком сервисами именно этого района гораздо более злокачественна, чем по другим районам города. Но самое парадоксальное, что в этом же районе, в одном из, как раз на территории жилком сервису номер 3, по которому квиток послали президенту, и теперь возбуждено уголовное дело, там были самые выпиющие злоупотребления и фальсификации на выборах. Там председатель одной участковой комиссии убегал, жуя протокол, на президентских выборах на другой избирательной комиссии он председателе выпрыгнул в окно, когда к нему предъявили претензии тоже с протоколами. Но одна из фигурантов дела нашего, потому что мы подавали иск, естественно, оспаривали результаты выборов, как раз сотрудница жилком сервиса. То есть кто фальсифицирует выборы, они же, во-первых, они неприкасаемы, они потом выписывают эти платежки. То есть это одни и те же люди. Они же сидят в комиссиях, но если они оказали такую услугу, там, это женщина из жилком сервиса, которая сделала единой России значит, явку 90% и результат в 70%, ну как же, значит, из-за такой малости, как такие платежки за квартплату, как же ее, значит, обижать. Вот, я не знаю... Театр абсурда, на самом деле. Театр абсурда, и самое интересное, что это все на территории этого района, более того, по этим платежкам, там работает еще моя коллега, депутат Справедливой России Наталья Рымовна Петухова, она сейчас стала поднимать, сколько она лично писала обращений, вот, именно по этому жилкорссервису номер 3, именно по этим платежкам в этом году, и в жилищную инспекцию, главе администрации, кому угодно. У нас есть сегодня телефонный звонок, добрый день, Дмитрий. Здравствуйте, Степан. Добрый день. Очень рад, что могу вас слышать, после вашего ухода с РБК, ваше место занял великий экономист Алексеев, вот. Не знаю такого, не знаю. Ну вот я тоже не знаю, видел иногда. Я хотел бы вас спросить и спросить вашу очаровательную оппонента Оксану Дмитриевну. Нам вчера президент сказал, что у нас стала жизнь, россияне стали больше зарабатывать, жизнь стала лучше, социальное обеспечение выросло. Ну вот я, допустим, спросил свою жену, которая, ну, работает мастером в парикмахерской, закончила свое время Академия Долореса, вот. Она как зарабатывала 15 тысяч рублей в Саратове, 5 лет назад, когда вы с ней познакомились, так часто зарабатывает. То есть, если бы не мой бизнес средний или малый, как она сейчас говорит, мы бы скатились просто в бедность. Это первый вопрос. И второй, про социальное обеспечение, да. А вот у меня был такой случай, что я взял на работу женщину, которая была беременна, месяц беременности. Получила документы, от фонда социальной защиты местного, а там Григорьев у нас пятый филиал, что я дурак, что взял беременную женщину на работу под печатью и подписью. Отправил эти документы в общественную палату и в местный вот ФСС, да, вот. И когда я ходил на прием к начальнику ФСС Саратовской области, я думал, что у него мебель в приемной дороже, чем у мебели у Степана Петровича Куры. Ну, это финансовый президент, Локуэллович президент. Я там бывал. Дмитрий, мы должны прерваться на новостной перерыв. Пожалуйста, оставайтесь на телефонной линии. Добрый день. Снова программа «Парадокс». Да, Дмитрий, продолжайте, пожалуйста. Степан, ну вот, интересно просто услышать депутатов, да, очень адекватно, очень, я понимаю, высококвалифицированно, как госпожа Александра Дмитриевна. Действительно, стали россияне жить лучше, как говорит наш президент, и социальное обеспечение улучшилось. Что касается, ну, это моя любимая тема, что касается, стали ли в среднем россияне жить лучше, я вам скажу, что в среднем они не стали жить лучше, даже по сравнению с концом советского периода. то есть если мы будем смотреть разные показатели, в том числе и показатель средней заработной платы, я уже не говорю о медианной, потому сколько средняя арифметическая, это не совпадает у нас с тем, у нас две трети граждан получают зарплату ниже, чем средняя. Ну, просто расслояние по доходам огромное. Да, у нас очень сильное расслояние по доходам, и более того, наша система налогообложения делает выгодным для фактических собственников получать свой доход в виде заработной платы, они в виде дивидендов, потому что с учетом того, что нет, у нас соцналогом облагаются только низкие зарплаты и нет прогрессивного подоходного налога, то они получают, им выгоднее это получать в форме заработной платы, и тем самым они формально увеличивают среднюю заработную плату, а реально люди две трети получают ниже. Ну, по совокупности показателей мы не достигли по большинству из них показателей конца 80-х годов или раньше сравнивали с 2013 годом, я сравниваю с 1990. А какие показатели? Доступность чего-то? По каким показателям можно... Показатели, ну, во-первых, показатели интегральной продолжительности жизни, это показатель заработной платы, ну, вот, как бы в сопоставимом виде, показатели строительства жилых домов квадратный метр на вводы жилых домов, показатели, ну, вот, реальная потребительская корзина, значит, что можно реально купить на среднюю заработную плату и среднюю пенсию, соотношение, между прочим, средней пенсии и средней зарплаты у нас показатель конца 90-х годов, все говорили, что очень низкие-низкие пенсии, ну, вот тогда демократическая волна, но этих показателей мы не достигли до сих пор, я уже не говорю о доступности образования, здравоохранения, это вообще, как бы, тут существенное ухудшение, так же, как и у качества человеческого потенциала. У нас ниже показатели промышленного производства мы не достигли конца 90-х годов, мы не достигли конца 90-х годов показатели сельскохозяйственного производства, не конца, а начало, конца 80-х, у нас ниже показатели грузооборота железнодорожного транспорта, который является самым адекватным показателем для темпов роста или объемов обрабатывающей промышленности, ну, и строительства, то есть, за исключением трубопроводного транспорта. Ну, сейчас у нас выросли перевозки по железной дороге за счет того, что выросли перевозки импорта после вступления в ВТО, то есть, вообще добиваются. Нет, но тем не менее, у нас все равно грузооборот, то есть, это индикатор темпов роста материального производства. Поэтому, ну, если сравнивать с падением, которое было, допустим, в начале 90-х, ну, вот, перестройка, потом падение, связанное с кризисом 98-го года, то, ну, вот, последние годы, все-таки, опять же, идет выход из кризиса, и по сравнению там с 2011-м, то есть, с 2009-м, 2010-м, есть такое небольшое, небольшое улучшение по средним показателям, причем, очень небольшое, и здесь оно связано с тем, что все-таки рост, цена на нефть, по сравнению с началом 90-х годов, она выросла в 10 раз, в 10 раз, то есть, это огромные нефтяные доходы, зато мы всех обогнали по количеству миллиардеров, если бы они распределялись и вкладывались, во-первых, внутри страны, во-вторых, более-менее целесообразно, то у нас была бы совершенно иная страна, мы не только бы достигли уровня предыдущего, а у нас страна могла сделать, ну, самый большой рывок за всю, потому что 20 лет, 20 лет, это возможности вообще иметь другую страну, другие нефтяные страны, они, значит, они именно это сделали, да, они именно это сделали, они, ну, вот, грубо говоря, с верблюдов пересели на, или со слов, потому что верблюд это дорогая вещь, она не всем, не на всех хватала, на Мерседеса, то есть, это совершенно астрономический результат, ну, то же самое в Китае, в Индии, у нас не то, что никакого результата, у нас по большинству направлений деградация. Оксана, можно вот вас спросить, я просто всех спрашиваю гостей, вот, не могли бы вы назвать, скажем, за последние 10 лет хоть один закон, который бы работал и дал бы какие-нибудь положительные результаты? Ну, я бы назвала материнский капитал, он все-таки работает, несмотря на все недостатки, и он все-таки дает какие-то результаты, поэтому вот по материнскому капиталу я бы его... А еще что-нибудь не припомните? Еще вот, что я вам скажу, я была категорически противник пенсионной реформы, ну, и всегда как бы предсказывала ее провал, но одну вещь мне удалось добиться, когда принималась эта Зурабовская пенсионная реформа, это полная пенсия работающим пенсионерам и ежегодный пересчет пенсий, и вот это тоже все-таки работает, то, что вот работающие пенсионеры получают полную пенсию, и если они продолжают работать, то им ежегодно пенсия пересчитывается в сторону увеличения, ну, вот, пожалуй, вот этот момент, все-таки тоже, они давно еще были приняты, ну, вот, их каждый раз меняют, ну, вот упрощенные режимы для малого бизнеса, которые мы в свое время вносили еще в альтернативном налоговом кодексе, при всем том, что каждый раз меняют ставки, каждый раз хотят сузить сферу этой деятельности, вносят какие-то дополнительные платежи, но все-таки эти режимы, упрощенные режимы для малого бизнеса, они все-таки работают. Нет, отдельно можно найти, то есть, так нельзя сказать, это я вот вам первое, что сказала, но в целом, например, тот бюджетный кодекс, который я разрабатывала, который был принят в 97-м году, первое чтение, а потом в 98-м, он был настолько ухудшен за эти 10 лет, что он просто превратился в свою собственную противоположность. то есть, немного, да, всего три закона за 10 лет. Нельзя было по бюджетному кодексу, нельзя было не только деньги отправлять в зарубежные банки, их нельзя держать было в коммерческих банках. Было запрещено иметь профицит бюджета, то есть, если он возникал, то либо вы снижаете налоги, либо увеличиваете расходы. Существенно были ограничены возможности финансирования из бюджета коммерческие структуры. Теперь это все разрешено. Я почему спросил, то есть, как вы правильно сказали, у нас наблюдается некий регресс. По многим направлениям, да. А с чем это связано? Вы знаете, это связано с тем, что сверхвысокие цены на нефть, сверхвысокие цены на нефть и такой быстрый их рост, но он позволил иметь такого министра финансов, как Кудрин. Еще определенная часть думает, что он что-то знает и что он был очень хорошим министром финансов, хотя все его искусство состояло в том, что поскольку был очень высокий рост цен на нефть, то кое-что все-таки доставалось гражданам, хотя большая часть все равно уходила либо миллиардерам, либо в чужую экономику. Поэтому все происходит, потому что есть у людей, у многих объективное ощущение некоторого улучшения, связанного, на мой взгляд, исключительно с ростом цены на нефть. сейчас она перестала расти такими темпами, она не падает, она слаба, ну вот пока нет кризиса, она слаба будет расти, но экономика уже привыкла к таким аферам, к таким растратам, к таким высоким издержкам на любое действие, к такому количеству посредников по любой стройке, по любой закупке, по любой программе, что такая высокая цена на нефть, если она прирастает только на 2-3 доллара в год, то это уже коррупция практически съедает все, она уже ну не только коррупция, не только формальная коррупция, но когда естественные монополии, вот все говорили, кстати, еще любимая моя тема производительность труда, вот все толдычили по поводу производительности труда, а у меня любимая тема борьба с инфляцией, вот, ну просто это меня поражает, причем в это многие верят, производительность труда, значит, открою секрет, точно так же, как производительность труда можно сосчитать реально, только тогда, когда вы меряете производительность труда на конвейере, и либо сколько у вас человек производит там нефти, значит, баррелией, для этого вы можете измерить тогда, когда есть натуральный показатель, тогда вы ее можете сопоставимо мерить, тогда, когда у вас стоимостной показатель, то у вас столько тут многих других факторов наслоения, особенно, когда это речь идет о ВВП, это показатель вообще очень специфический, вы мерить производительность труда не можете, так вот, она у нас упала, реально, производительность труда, ну где? Она у нас прежде всего упала в нефтяной промышленности, в газовой, в электроэнергетике, там, где мы ее можем померить. У нас в электроэнергетике, при том, что мы производим столько же электроэнергии, что на конец советского периода, численность увеличилась практически в два раза. Это значит, естественно, она же производительность упала не из-за того, что у нас стало больше линейных работников, которые там ходят и смотрят линии электропередач. У нас, кстати, за счет износа проводов, согласно Чубайсу, потери электроэнергии теперь составляют 16%, по ГОСТу должно быть 7%. он очень хорошо, что он об этом сказал, почему все инвестиционные, у него же были все возможности создания инвестиционных фондов и отнесения на тариф, они же не платили никаких дивидендов государству, не отчисляли прибыль. Наверное, у него были другие задачи. У него, наверное, были другие задачи. Вот за счет эффективного менеджмента господина Чубайса, у нас действительно в электроэнергетике производительность упала в два раза за счет раздутого управленческого звена. То же самое в газовой промышленности, там где-то в два с половиной раза, в нефтяной в три раза. Где-то они, кстати, акционированы, где-то большой пакет госучастия где-то меньше, но тем не менее вот такие показатели. Если говорить в целом, что значит зарплата растет быстрее производительности труда. Это следующая ситуация. У нас доля зарплаты ВВП очень низкая. У нас где-то от 24 до 25 процентов. У нас есть темп роста ВВП. Если зарплата считается, что она растет больше, чем производительность труда, то с чем ВВП, это означает только одно, что у нас доля фонда оплаты труда ВВП несколько увеличивается. Объективно она должна увеличиться значительно, потому что у нас чрезвычайно занижена доля оплаты труда ВВП. А теперь что касается, что если растет зарплата, то у нас инвестиции падают. Позвольте. Если вы вообще хоть немножечко экономист, то вы понимаете, что ВВП у нас есть и зарплата, и прибыль. Ну вот, значит, незарплатный коэффициент. Мы должны, извините, прорваться на новостной перерыв. Добрый день. Снова программа «Парадокс». У нас в гостях Оксана Генриховна Дмитриева, депутат Госдумы, первый зампредсователя Думского комитета по бюджету и налогам. Оксана Генриховна, на самом деле, я, наверное, скажу еще телезрителям, радиослушателям дам информацию, которая чуть-чуть похуже вашей, а именно, что у нас уже в течение восьми лет доля зарплат ВВП растет опережающими темпами по отношению к доле корпоративных прибыли. Поэтому, дорогие радиослушатели, ваше такое кажущееся благосостояние либо рост явление весьма и весьма временное, поскольку, если компании, прибыли компании зарастут значительно медленнее, чем фонд заработной платы, то вопрос всегда задается, а из чего они будут платить зарплату? Значит, здесь следующее, тоже нужно к этому подходить. То, о чем я говорила. Дело в том, что, если мы посмотрим, то зарплата топ-менеджмента, включая часть собственников предприятий, она по объему равна зарплате всех остальных работников на предприятии. То есть, то, что называется фондом оплаты труда, можно делить смело на две. Вот одна часть это зарплата 10 топ-менеджментов, включая часть собственника, а все остальное это зарплата 10 тысяч, 30 тысяч, 15 тысяч. Почему это делается? Потому что платить себе дивиденды из прибыли налогообложения 20 налог на прибыль плюс, допустим, 9 или 13 процентов. А тут получается 13 плюс 10, 23. Вот и все. У вас есть телефонные звонки. Да, добрый день. Алло. Да, Александр, добрый день. Это Александр, да, очень рад вас слышать. У меня вот маленькая замечаница, вернее, как это даже не замечаница, одно, и вопросик, вопросик, как сэн Дмитрией. Значит, вот как-то Весняков был такой в центре избиркомия. Он еще тут по телевизору как-то выступал и говорил, что вот вовсе это не нарушение, когда там ловятся на этих пунктах голосования. А это, в общем-то, нарушение, это не какие-то простые нарушения, а можно квалифицировать как попытку неконституционным путем изменить существующую строй. То есть, особенно, если там люди попадаются, которые не граждане. Там же были случаи, когда и не граждане там как-то фигурировали какие-то, то есть, не граждане России. Вот, поэтому вот этот вопрос вам бы надо на заметочку взять там на будущее. А вопрос у меня такой, вот, не кажется ли вам, что вот вы как боец, вот я-то за вас вообще всегда голосовал, вот, и за Яблочников, и за вас, значит, вот, мало себя, как сказать, вот Жириновский, он все время по телевизору, как не включишь, из утюга он выскакивает, понимаете, вот везде он там свои толкает. А вот вы мало себя, ну как, ну не пропагандируете, а что ли, предъявляете, ведь многие не знают, а, ну вот Оксана Генриховна, да, вот она что-то правильно говорит, но как-то вот мало вас очень, вот хорошо, что Степан Геннадьевич вас пригласил, вот с удовольствием слушаю, вот как бы мое вам замечание. Спасибо большое, ну вы знаете, вот поэтому, потому что Степан Геннадьевич меня пригласил, это же не федеральный канал, где должен быть Жириновский, ему там положено быть. Ему там положено быть, дело в том, что активность, допустим, в Государственной Думе, она не меньше, особенно, когда вот принципиальные вопросы, и на мой взгляд, они вполне понятны большинству граждан, если бы это хоть как-то показали, мы вообще достаточно активны, мы пытаемся пробиться, мы даем заявки, ну, во-первых, темы либо вообще не обсуждаются, то есть у нас обсуждаются в СМИ, а в последнее время и в Государственной Думе все больше, хотя все равно есть и бюджет, есть и ЖКХ, есть и выступления от фракции, есть и пенсионные вопросы, но пресса освещает скандалы, пресса освещает, ну вот, семейную жизнь депутатов, которые вообще никого не интересуют, ну, какая-то периферийные, значит, вопросы, то есть если, ну вот, у кого-то там не задекларировано имущество, или, значит, скандал с женой, или что-то, этому будут посвящены все... Ну, просто уводят мнение и внимание избирателей от реальных, важных проблем. Далее, власть действует тоже очень умело, недаром в последнее время у нас много эфира было дано, ну, так называемым оппозиционерам, репутация которых оставляет желать лучшему. Именно поэтому им и было предоставлено это время. И показаны их личности. Нажать кнопочку, да. Потому что совершенно очевидно, что потом показ их это дискредитация во многом и оппозиционного движения, и... Но потом выясняется, что оппозиционеры, так называемые оппозиционеры ездят по регионам на деньги Единой России. Это очень мило. Это очень... Поэтому там отбор тех, кого показывают даже от оппозиции, системной и несистемной, тоже сделан очень грамотно. Даже не столько отбора, сколько подбор. Да. Поэтому, вы знаете, как-то мы пробивались на Пятый канал в Санкт-Петербурге, потому что очень много у меня обращений осветить эту тему. Потому что помимо того, что мы высказываем нашу позицию и что мы отстаиваем в Государственной Думе и нашу борьбу в правительстве, мы еще даем социальную информацию гражданам, потому что которая им может помочь либо в защите пенсионных прав, либо в защите ЖКХ. Потому что на моем сайте даже есть инструкции подробно, как отстаивать свои права по различным вопросам, защитить чердак или мансарду, пересчитать квартплату и так далее. То есть просто еще вот инструкции. Инструкции и советы. И моим помощникам, пресс-секретарям, было сказано, нет, мы не пустим Дмитриеву, не дадим ей возможность высказаться. А почему? А потому что она очень убедительна. Ну это федеральный канал, что вы хотите? Ну нас будут показывать, как готовят яичницу лучше. Это же не потому, что мы там говорим какие-то резкие вещи, а именно потому, что сам образ и то, что мы говорим, это у людей вызывает отклик, это способствует росту популярности, а вот это ни в коем случае допустить нельзя. То есть нельзя допустить, чтобы популярность была у тех людей, которые, во-первых, предлагают альтернативу, просчитанную, не просто там популисты, которые кричат и орут и говорят, что все плохо, а вот вы нас только изберите, будет все хорошо. Когда вот говорят с цифрами и фактами и дают реальную альтернативу. И второе, те, у которых хорошая репутация, которая невозможно... Это называется политтехнологией. Кирилл, добрый день. Я на самом деле... Слышно меня? Да, да, хорошо слышно. Вот, я на самом деле как раз по поводу цифр и фактов и всего остального. У меня два вопроса. Значит, вопрос номер один. Ну, это скорее даже не к уважаемой гости, а к ведущему. Я посмотрел, не поленился цифр, и, честно говоря, я не увидел роста грузооборота за счет нашего вступления в ВТО. Я понимаю, что это любимая тема, но у нас грузооборот к прошлому году упал, а не вырос. Да, но вы заметите одну вещь, что импорт, грузооборот по импорту вырос, если не ошибаюсь, на 28% за квартал год к году. Я вот о чем говорил. Да, но у него доля никакая. Но все равно она выросла. Ну, это... Я согласна, согласна с радиослушателем здесь. И второй вопрос сразу тоже по технологии. Вот вы сказали, что сработал материнский капитал. Вот просто у меня не репрезентативный выбор только те, кого я знаю. Но те, кого я знаю, для них это, ну, такая некая опция, которой все воспользовались и очень понятно зачем. Потому что она дает возможность поставить в квартире там лишние 4 квадратных метра для вот гроб поставить. Да? И вот, ну, я еще не очень представляю, зачем она нужна. А как вы померили, что она сработала? Спасибо. Я не могу сказать, что здесь можно найти точный измеритель. Потому что был некий рост рождаемости, но вы никогда не можете здесь точно сказать, был ли он связан именно вот с материнским капиталом, ну, вот с мерами, которые были приняты финансовые по стимулированию рождаемости, либо это просто какая-то такая демографическая волна, либо связана с неким периодом, действительно, связанной с ценой на нефть, с некоторой стабилизацией и улучшением ситуации. Но я полагаю, что это, почему я считала, что это все-таки положительно, это, наверное, первый раз, когда у людей не отняли, а им что-то дали. И для провинции, я же депутат, который сталкивается с реальными людьми, не только с представителями среднего класса города Москва, я к вам просто вопрос здесь, который хотел бы вам очень задать, а времени осталось совсем немного, две с половиной минуты. Вот, если я не ошибаюсь, вы выступили автором одного из законопроектов, последних, да, и речь нам идет об ипотеке и банках. Да, да, да. Что государство должно возмещать банкам ипотечь, если ипотечь... Это вот с чем связано, что у банков так все плохо? Нет, это законопроект, который мы вносили как антикризисный. Дело в том, что много средств было дано, АИЖК, потом АРИЖК, агентство по рефинансированию ипотечных жилищных кредитов, на рефинансирование ипотечных жилищных кредитов для неплательщиков, которые оказались в трудной жизненной ситуации и не могут платить. И те деньги, которые выделены были, они были... Можно было вообще все выкупить, вот решить проблемы всех тех, у кого реальные вот эти неплатежи. А на самом деле это опять система была довольно сложная, опять они так или иначе достались банковскому сектору или не были толком использованы. Предлагается следующее. Если человек оказался в трудной жизненной ситуации, не в состоянии выплачивать дальше кредит, то эта площадь выкупается муниципалитетом и она передается в социальный найм. То есть это будут использоваться деньги, которые же выделены на АИЖК или нет? Нет. Это дополнительно? Это как бы вопрос источника, его можно, кстати, поделить и использовать, переориентировать те средства, которые уже были выделены или собираются их выделять в будущем. Но тем не менее это средство не большее, чем те, которые были выделены АИЖК. А проблема может быть решена. Если в будущем человек, у него ситуация улучшится, он все-таки захочет приобрести эту квартиру в собственность, то при прочих, то есть и он захочет возобновить эти платежи, то то, что он уже заплатил, ему зачтется. А если он останется как бы в соцнайме, то то, что он уже заплатил, получил, что это его покупка права на социальные наймы. Спасибо. Спасибо большое. У нас в гостях была Оксана Генриховна Дмитриева, депутат Госдумы, первый зампредставитель Думского комитета по бюджетным налогам. Ну что ж, я думаю, что мы с Оксаной Генриховной очень хорошо отметили день политолога и политтехнолога. День 1 мая отмечается. Да, теперь осталось 1 мая и 9 мая. На этом хочется пожелать вам удачи и хороших вам праздников.